Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Надрывный и честный голос. Спустя десятилетия его узнают из тысячи. В Гороховце запел фонтан Высоцкий. Идея увековечить память поэта давно вынашил местный житель Андрей Князев. Шесть лет назад был заложен первый камень, затем появился бюст Высоцкого. А в этом году фонтан обрёл голос. Если присмотреться и вслушаться, можно заметить, струи будто повторяют интонации Высоцкого. Разработкой фонтана занимались испанские специалисты. Написание каждой песни, каждого шоу под каждую песню занимает порядка одного месяца. Вот семь песен, семь месяцев в Испании они работали над тем, чтобы фонтаны попадали и в цвет, и в звук. И чтобы динамика соответствовала, и песни Высоцкого звучали ещё более насыщенно, чтобы неподражаемый голос Владимира Семёновича дополнялся ещё и светом, и музыкой. На открытие света музыкального фонтана приехали друзья и коллеги Высоцкого, а также его сын, актёр, режиссёр и продюсер Никита Высоцкий. По его словам, памятников его отцу открыто много, причём как в России, так и за рубежом. Их всех объединяет одно. Они сделаны не потому, что есть какая-то компания, не потому, что опущена сверху, а потому, что люди этого хотят. И поэтому сравнивать, какой лучше, какой хуже, бессмысленно. Но вот что я вам хочу сказать. Такого памятника Высоцкому, как есть в вашем городе, нет нигде. Дружбу ставил превыше любви. Таким был Высоцкий, когда гасли киношные софиты и заканчивались съёмки. Самую добрую память о нём хранит народная артистка Лариса Лужина. Вместе с Владимиром Семёновичем она сыграла в фильме «Вертикаль». Я всегда, когда выступаю со своей творческой встречей, я не могу уйти, чтобы не сказать, что Владимир Семёнович. И вот моё состояние такое, когда я поговорю о Володе, у меня такое ощущение, что я получаю очищение какое-то. Знаете, он просто святой человек был. При всём том, что говорят, какие-то, может быть, негативные вещи рассказывают. Это всё бывает с людьми. Но Володя был очень талантливый. Он так рвал свою душу. Ещё одним событием для горховчан стал спектакль «Райские яблоки», рассказывающий о жизни легендарного артиста и певца. Премьера постановки состоялась ещё в 2005-м. Спектакль популярен не только в России, но и далеко за её пределами. Любовь, творчество, взлёты и падение жизни Высоцкого описаны через воспоминания главных женщин его жизни – Людмилы Абрамовой и Марины Владе. Именно любовь вдохновляла певца создавать песни, которые сегодня поют миллионы. Песня «Райские яблоки» ПЕСНЯ Письма, стихи, написанные его рукой, дорогие фотографии с друзьями. Глубже понять жизнь Высоцкого помогает выставка, открывшаяся перед спектаклем. Экспонаты предоставил дом Высоцкого на Таганке. Выходя из зала, многие зрители не скрывают улыбок. «Отлично выступали, просто замечательно. Прочувствована, трогательна. Да, мурашек похоже, очень понравилось, очень понравилось. И тем более для нашего города это вообще событие». День, посвященный Владимиру Высоцкому, предвосхищает масштабное празднование 850-летия Гороховца. Светомузыкальный фонтан станет новым местом притяжения жителей и гостей города. Создатели объекта намекнули, конструкция сделана таким образом, что включить ее можно будет даже зимой. Правда, сделают это лишь 25 января, в день рождения Высоцкого. Кстати, в этом году ему исполнилось бы 80 лет. Екатерина Гаврилова, Александр Горшков, Губерния 33.